Донецк Горловка О причинах этого нарушения То есть что это было Ну какие-то или учебные стрельбы с их стороны А это уже другой блокпост За поселком, практически на передовой Там находится пресловутый Как будем говорить в кавычках Моторола Вот здесь Михайловка находится прямо перед нами Это ничейное село Но говорят, за ним стоит Добровольческий, ну как бы их батальон Восток Старшина показывает их позиция в окружении Но перемирие и здесь соблюдается Правда не всегда Украинские военные подозревают Стреляют неопознанные бандформирования Вчера, ну где-то в час Начало второго ночи Работали они по 34-му блокпосту Соседей наш Мы с ними потом созванивались Но обошлось без потерь, без ничего Было около 7 человек Ну и больше всего похоже, что Рекс, будем говорить так Ну российские, будем говорить, войска Солдаты говорят, сейчас пехота боевиков отходит А вот артиллерию наоборот стягивают На днях видели, как грузовики ехали из Горловки В сторону Пантелеймоновки Позавчера была самая большая колонна За полчаса, ну мы насчитали всего 37 машин И после этого, как мы насчитали, уже устали считать Они еще двигались час Шаткое затишье ощутили и люди Обстрелы где-то там, вдалеке В районе Авдеевки и Донецкого аэропорта Наталья продает семечки, овощи и молоко Говорит, боевики давно в поселок не заходят Раз, видела, летом проезжали сюда Вместе И с теми, и с теми А в этом магазине общаться на камеру отказались Продавцы день через день работают в двух магазинах Один на территории Украины Второй на временно оккупированной Не обижают Ну, нормально пропускают, разговаривают Как там мирное население? Дружим и с теми, что ли? Мальчики неплохие, вот сколько приезжают Никогда не убежали И больше всего здесь боятся Что однажды перемирие может закончиться Редактор субтитров Н.Горелова Корректор А.Кулакова